То есть, готовился уже захват, вот скажите, да? Ну, вначале он делает несколько этапов. Он вначале подходит и подводит вопрос к распуску Верховного Совета своего. Там у него были с Цековым проблемы и так далее. Значит, и для того, чтобы как-то прибрать исполнительную власть к рукам, ясное дело, что это вот там работала российская спецслужба. Они убирают исполнительную власть и назначают исполняющим обязанности премьер-министра. С России приезжает человек. А потом управделами Кабмина. Я потом с ним беседовал. Он с Димой Табачником был в хороших отношениях. Менин такой. Мы там его пробили, как говорится. И оказывается, он при Балтике принимал участие. Штурм и телебашни. Короче говоря, устанавливается исполнительная власть полностью под контроль на Россию. То есть, премьер делами и все остальные. И президент. Да, и президент Мешков. И начинается, конечно, ну, он, например, там начинает устанавливать напрямую не дипломатические, а хозяйственные отношения. Чуть ли не на Тайвань. Он с Тайванем отдельно там. Да, да. Ну, с федерализацией Украины он хотел оттуда начать, да? Короче говоря, он начинает, кроме того, чтобы брать под контроль все элементы исполнительной власти, но это еще не так там было пугало. А начинается подготовка к референдуму, попытки установки с иностранными государствами напрямую отношений как отдельным субъектам. Следующие с Российской Федерацией, да, он выезжает в Москву, там переговоры ведет, договора устанавливает. Значит, то есть технологически ползучая... Контрреволюция. Контрреволюция, ползучая аннексия, но так, чтобы не вызвать перепух в Киеве. А кубанский казачий хор заехал? Это чуть позже. Значит, и тут два таких ключевых момента. Значит, первое, когда он вот эти, проводит эту часть, которую я сказал, там было много другого. И он назначает своего начальника, ну, министра внутренних дел, как они называют, кажется мне, Лепехов. То есть есть Киевом назначенные, да, они назначают своего, а этого автоматически. Назначает там несколько еще, захватывают его люди телерадио, Крым телерадио, захватывают. Потом он распускает Верховный Совет, так, и... А у нас же там создана служба безопасности. И начальник службы такой Коломыцев, толковый мужик, у него родственники где-то были там в России, кажется, второго колена. И он сам местный там. И мы с ним постоянно на контакте. Я иногда отправляю туда группу, как председатель СБУ, потому что ситуация горячая. То есть идет ежедневная сводка оттуда. Ну, кроме того, что телефонные, разговоры, телеграммы и так далее. И мы получаем уже напрямую отсюда, через Киев, получаем информацию, что захвачены силовые... Да, там был тогда 32-й армейский корпус, который Кузьмук... Да, да, да. Да. Короче говоря, они не успели захватить 32-й корпус, но мы узнаем, что через там два дня будет захват СБУ. Потому что они понимали, что это один из плацдармов, который очень серьезно напрямую связан с Киевом. А кубанский хор уже там? Нет. Коротко стриженный. Ну, что, сейчас я скажу по... Да, кубанский хор летом приезжают, ну, там было много. То есть это ребята конкретные, переодетые? Через Киевчинский пролив. Это же если взять вот Крым, да, побережье Азовского моря, на Крыму. Да, да. Там в основном были дачи вот этих военных моряков, которые на пенсию ушли. Ну, домики там, да. И их вдруг поднимают по тревоге. Ну, там у нас были контакты у ребят, которые уже обслуживали. Ну, в оперативном смысле там, да. Один раз вызывают по тревоге. Что-то там им такое не очень уж совсем там военного характера. Но в таком плане, что вот надо быть... На чеку. Дальше Керченский же пролив, тогда работал, тогда была паромная перебрава. И у нас там же были пограничники. И еще Феодосия, Феодосийский. Мы узнаем, что Мешков и Минин там поставили... Вернее, откуда-то пришел быстроходный катер. По тревоге им он может понадобиться Мешкову и Минину. Да. Дальше фестиваль Кубан... Фестиваль художественной какой-то самодеятельности, да. Из Кубани очень организованно прибывает. А заметили, зафиксировали первое еще через Керченскую переправу. А потом вдруг подошли через Феодосию. Несколько таких... Артистов. Да. А потом наша служба выясняет, что в одном из санаториев приехало очень много молодых отдыхающих. Часть из них – это вот эти кубанские казаки. И более того, даже установили, что в этом санатории они все в гражданском, генерал, который там тоже с ними вместе отдыхает. Все-таки делаут эти кубанские казаки. Продолжение следует...